МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тульских чиновников проверят на профпригодность. До 1 июня в администрации пройдет аттестация сотрудников на знание законодательства и основных правовых актов региона. По задумке, проверка должна снизить количество ошибок, которые допускают городские управленцы в ходе своей работы. Глава городской администрации Евгений Авилов отметил, если аттестация не будет пройдена, сотрудника могут отстранить от занимаемой должности. Закон о Тульской области и все остальное. И, соответственно, действия, которые необходимы применить. У нас, к сожалению, раньше в Центральном районе даже что-то не знали. Замок, что они сами имеют. Они в состоянии сами составлять протоколы, управляющие те же компании. Поэтому вот такое предложение. 3 миллиарда рублей получит тульский бизнес в рамках поддержки федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В Туле состоялась встреча губернатора Алексея Дюмина и генерального директора корпорации Александра Бравермана. Во встрече также приняли участие более 400 предпринимателей. Был подписан ряд соглашений, направленных на развитие предпринимательства в регионе. Юлия Васюкова продолжит тему. Рабочая встреча началась с закрытой беседы губернатора Алексея Дюмина и Александра Бравермана. На ней глава корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства отметил, что Тульская область является приоритетным регионом развития бизнеса. Тут работают более 62 тысяч малых и средних предпринимателей. Опыт Тульской области по созданию системы поддержки бизнеса признан, несмотря, еще раз подчеркиваю, на некоторые шероховатости, которые мы имеем, и мы это знаем, признан успешным и в рамках всей нашей страны. Второй год мы подряд занимаем четвертое место в национальном рейтинге состояния инновационного климата в субъектах Российской Федерации. Губернатор ответил на вопросы предпринимателей. Один из руководителей предложил вести реестр компаний, которые продают свою высокотехнологичную продукцию за границу, и отмечать авторов технологий. Он пожаловался, что тульские предприниматели не спешат покупать его продукцию и программное обеспечение, хотя, по словам бизнесмена, она востребована уже у 30 тысяч клиентов по всему миру. То, что сегодня сюда приехали крупнейшие заказчики из федерального центра, это большое событие, это шанс для таких компаний, как наша, пообщаться с ними и предложить им нашу продукцию. Мы с вами на эту тему отдельно поговорим с определенным ведомством, какие программы вы разработаете и какие программы вы продаете за границу. Это отдельный вопрос. Ну, в принципе, в принципе, значит, я, честно говоря, я поражен, но почему я не знаю, значит, о таких стартапах. Обратился к губернатору с вопросом и тульский разработчик миниатюрных моделей оружия, не имеющих аналогов в мире. Тульский оружейный завод конструктора не слышит, пожаловался предприниматель, пробиться сложно. Я сделаю так, чтобы они вас услышали, договорились сами. И, конечно, если есть определенные еще вещи, которые касаются других сфер деятельности, то мы их посмотрим и мы постараемся, чтобы их услышали по другим министерствам и ведомствам федерального уровня. Алексей Дюмин и Александр Броверман приняли участие в презентации шести инвестиционных проектов. Здесь добыча и производства соли в Киреевском районе, и расширение производства фабрики «Тульская гармонь», и производство органических продуктов в Алексине. Каждый получил поддержку корпорации в виде гарантии займов по льготной ставке. Общий объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей. Финансирование поступит не позднее мая текущего года. «Инвестиционный климат в области не только по формальному признаку четвертого места, а и по реалиям, по заинтересованности, горящим глазам предпринимателей, которые это делают, он для нас привлекателен». Участники встречи подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии. Оно поможет студентам ТулГУ овладеть современными бизнес-инструментами. Юлия Васюкова, Сергей Давыдов, Новости Тулы. 30 миллиардов инвестиций, около двух тысяч новых рабочих мест и более десятка соглашений – таковы результаты российского инвестиционного форума для Тульской области. Напомню, форум в Сочи проходил 15 и 16 февраля. Тульскую делегацию возглавил губернатор Алексей Дюмин. Об итогах расскажет София Кириллова. В музее Туламаш-завода гражданской продукции немало. В истории предприятия уже был период, когда ее выпуск был поставлен на поток. Сегодня она вновь в центре внимания. В соответствии с поручением президента, предприятия оборонного комплекса должны поэтапно осваивать и гражданскую продукцию. На Туламаш-заводе запустят новый инвестиционный проект. Организуют производство и ремонт металлообрабатывающих центров, а также измерительных инструментов. Соглашение подписано – общий объем инвестиций превысит 600 миллионов рублей. И это далеко не предел. Сегодня мы подписали на общую сумму 30 миллиардов с несколькими компаниями. Это уже в 18-19-20-х годах появится новое производство. Новое производство – значит и новые рабочие места. Всего их планируется создать около 2000. Соглашения подписаны с крупнейшими компаниями области и России. Мираторг, Полипласт, Тульский хлебокомбинат. Звучали и совершенно новые имена. Тульское обувное предприятие обещает выпускать 10 миллионов по обуви в год. Отличилась Тульская область и в социальной сфере. Специальный приз за самую тиражируемую практику получила программа «Народный бюджет». За несколько лет ее действия в области реализовали более 4000 проектов на сумму почти 3,5 миллиарда рублей. Сегодня опыт Тулы использует порядка 20 регионов страны. Алексей Дюмин отметил, что программу поддерживает более 97% туляков. Поэтому ее продолжат до 2020 года. Критики такие, которые постоянно критикуют власть, они выходят на улицу. Выходят на улицу и включаются в процессы. Но выходят на улицу в позитивном смысле слова. Они заняты благоустройством своего двора, благоустройством школы, благоустройством детского сада, решением вопросов с коммуникациями, с другими какими-то важными объектами, тротуар, дороги, все с нами прочее. Это большой перечень. Окончательные итоги Сочинского форума для Тульской области подведут на пресс-конференции в среду. Управляющие компании «Жилцентр», «Рэмс», «ОМД» и «21-й век» хуже всех справляются со своими обязанностями. Коммунальные фирмы снова вошли в антирейдинг по уборке снега и наледи. Глава городской администрации Евгений Авилов поинтересовался, когда же УК начнут лишать лицензии. Напомню, в январе он дал поручение добиться увольнения руководителей управляющих компаний, которые недобросовестно выполняют свои обязанности. Заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев отметил, что его сотрудники занимаются только сбором сведений. Авилов поручил узнать в ГЖИ, какие УК будут лишены лицензии в судебном порядке. Жители Центрального округа хотят больше благоустройства. В этом году они намерены привести в порядок пять дворов по улице Кауля. Необходимые средства уже выделены по федеральной программе. Также жители примут участие в голосовании по благоустройству 18 марта из десяти предложенных администрации проектов выберут Пушкинский сквер. О своих планах по наведению порядка жители рассказали во время праздника двора, который прошел в рамках акции «Выходи гулять». Илья Логинов присутствовал и продолжит тему. Жители Центрального округа не позволяют пустовать скверам и дворам. Зимний фестиваль, а вместе с тем и Масленицу они провели в сквере на улице Кауля. В прошлом году по федеральной программе формирования комфортной городской среды более 20 объектов в округе приведены в порядок. На этот год в планах благоустроить другие дворовые территории. У нас предусмотрена программа, это лавочки, урны, парковка для сушки, белья, комплекты. В общем, все то, что мы планировали, нам это все сделают. Соседний двор пришелся по душе. Хотим такой же. Жители видят результаты программы и тоже желают принять в ней участие. На этот год запланировано благоустройство еще пяти дворов по улице Кауля. А к 2022 году будут обновлены порядка восьми придомовых территорий. Без ведома туляков благоустройство не ведется. Необходимые для проведения работы жители определяют сами. И побольше, чтобы зелени, деревьев, чтобы было. И нам бы, конечно, чтобы детки, которые росли, не ломали бы ничего, а берегли то, что нам дает государство. Жители продолжают благоустраивать свой округ. Депутаты Тульской городской думы и сотрудники главного управления по центральному округу принимали активное участие во встречах с жителями и общественных обсуждениях. После чего был утвержден адресный перечень благоустройства дворов и мест отдыха на 2018 год в рамках программы формирования современной городской среды. Я хотела бы отметить особую активность жителей этого микрорайона, как мы его называем, ТОС Каулиново-Московской, которые принимают участие не просто в благоустройстве, своим трудовым участием, но и активно представляет интересы жителей всего центрального округа в реализации этой программы в Тульской области. Жители не пропускают ни одной городской инициативы. Как только они узнали, что 18 марта пройдет голосование по благоустройству общественных пространств, сразу решили принять в нем участие. Они рассказали, что намерены привести в порядок Пушкинский сквер. Всего Туликам будут представлены 10 проектов. На их благоустройство по программе формирования комфортной городской среды выделены 226 миллионов рублей, в том числе 56 из бюджета муниципалитета. Илья Логинов, Сергей Давыдов, Новости Тулы. Тулики проводили зиму традиционными масленичными гуляниями. Развлекательные программы праздника в районах области составили традиционные игры и забавы. Кулачные бои, веселые старты, бои подушками, масленичный столб, перетягивание каната и даже мастер-классы по росписи блинов. Дмитрий Утин побывал на празднике в Ефремове и продолжит тему. Сколько именно блинов было съедено в это воскресенье, считать никто не пытался. У дзонов парки Ефремов, впрочем, только солнышком на сковородке не ограничилось. Булочки, пряники, пирожки и даже шашлык. Торговые ряды заполнены всевозможными лакомствами. Ежегодный Ефремов празднует Чурокую Масленицу с размахом. В нашем парке Буйно большое праздничное мероприятие. Здесь работают торговые ряды, ярмарки, продажи, мастер-классы, игровые станции. Выступают наши коллективы Ефремовского дома культуры «Химик». И, конечно, сегодня я хочу всех вас поздравить с этим праздником. Пожелать вам всего самого хорошего, чтобы в жизни все получалось и было достойно. Бунинский парк и возрожденная набережная стали отличными площадками для народных гуляний. Последняя, кстати, отремонтирована в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Исторически именно здесь проходили народные гуляния в старину. Чтить традиции в Ефремове умеют. Программа гуляний – поклон предкам. Праздник собрал более двух тысяч ефремовцев. Весело было и взрослым, и детям, и даже четвероногим гостям. Праздник для вас важный? Конечно, конечно. Мы ждем русские традиции. Конечно, важны. Каждый год празднуем? Каждый год. Люди выступают, угощают селяне нас и блинами, и чаем. Нам очень нравится. Блины и пирожки. Даже вот пирожки домой несем деткам маленьким. Очередная масленичная неделя закончена. По традиции дали следует Великий пост. Дмитрий Утин, Сергей Давыдов, Новости Тулы. На этом у меня все. Более подробную картину дня ищите на нашем сайте tsn24.ru.